Добрый вечер! Добрый вечер! Муниципальных образований, отделов муниципальных образований, также врачи, участвующие в работе по медицинскому освидетельствованию граждан. Весь сбор проходил в течение двух дней. Вчера был финальный день. Рассмотрение сложных вопросов, которые встречались, сталкивались с которыми мы в воздении призыва. А можно сразу какие-то примеры? Хотя бы один-два. Что это такой сложный вопрос? Сложный вопрос это хотя бы взять то, что у нас были ребята возвращены со службы после призыва на основании общего заболевания. Призваны были военно-врачебными комиссиями в войсковых частях. Эти случаи разбирались в ходе подготовительного периода с сотрудниками Министерства здравоохранения. Пришли к общему мнению, что ребята при призыве вооруженной силы не знали о своих болезнях, не могли о них заявить. Поэтому были проверены медицинскими комиссиями районов не столь качественно, не столь глубоко, скажем так, как требовалось их состояние здоровья в то время. И то, что они об этом не знали, это, будем говорить, их вина в том числе, но мы с себя тоже этой ответственности не снимаем. Проводили занятия с сотрудниками военного комиссариата, непосредственно занимающимися вопросами оповещения. Ребята, у нас тоже тут много сложных вопросов. Как вы знаете, сейчас независимо от того, где гражданин стоит на воинском учете, он может получить регистрацию по месту жительства. Раньше эти вопросы, два пункта, два вопроса, так сказать, были объединены. И без воинского учета гражданин не мог зарегистрироваться, без регистрации он не мог стоять на воинский учет. Сейчас это возможно. В связи с этим появляется такая категория людей, которые оправдывают себя незнанием закона, получая регистрацию по месту жительства, не приходят в военный комиссариат на постановку на воинский учет. Естественно, мы их начинаем разыскивать. Как мы их ищем? Это тоже алгоритм надо было изучить. Это интересная тема, конечно. Довести до людей, потому что алгоритм разработан совместно с управлением Федеральной миграционной службы. Но самая главная задача, это задача выполнить государственную задачу, выполнить план призыва, потому что отправив призывника в вооруженные силы, мы тем самым повышаем боеготовность вооруженных сил. И параллельно, то есть вследствие этого, повышается обороноспособность страны. Количество меняется? Что скажете об этом? Количество, естественно, меняется. Разные призывы, разное количество людей. Каждый год отличается по количеству призываемых. В этот призыв мы должны призывать порядка 1200-1300 человек. Будут еще какие-то нововведения? Вы могли бы хотя бы намекнуть, чего они коснутся? Все хотят узнать, какие нововведения в призыве. Слухов много ходит, да? У меня постоянно спрашивают, а будет ли возвращение продолжительность службы в два года и так далее. Скорее всего, нет. Если они будут, то до нас это доведут. Но изменения в призыве идут ежегодные, понимаете? Увеличиваются требования качественной составляющей. Нельзя жить в стране и не любить эту страну, понимаете? Я так думаю. Конечно, есть у каждого свои взгляды на это дело. Но призывник сейчас требований такие. Должен быть подготовлен хотя бы начальным знанием в области обороны. Это курс ОБЖ пройти в школе. Он должен быть физически развитым. Морально устойчивым. Имеется в виду отношение к алкогольным напиткам, к спиртным напиткам, к наркотикам и так далее. И быть психологически готовым исполнять обязанности в особых условиях, скажем так. Для него это особые условия. У нас сейчас подходит категория родителей такая, которые сами воспитывались. Сами в таком возрасте были в те самые, как у нас сейчас модно говорить, лихие 90-е. А это были очень страшные года. Может кто-то их и не заметил. Кто-то на себе не пережил. Но если вот сейчас оценить обстановку, что было тогда в стране. Конечно, это чудо, что мы из этих годов, из этих лет вышли. Из этого периода вышли. Но однако же там отношения были совсем другие. Экономические, социальные. И там людей-то учили к тому, что армия вообще не нужна государству. И сейчас эти люди воспитывают своих детей. То же самое. Некоторые говорят своим детям, что зачем армия нужна. Лишний год найдешь, куда потратить. То есть получается, вот периодическое воспитание, это уже комплекс мероприятий с разными категориями, с разными возрастами. Подготовка к службе. Например, подготовка по военно-счетной специальности. Это идеал для призывника. Когда призник приходит на сборный пункт или на призной пункт в район, у него есть удостоверение водителя категории С. И удостоверение или запись в личном деле, что он прошел подготовку в учебной организации ДОСАВ. Мы понимаем, это военный водитель, подготовленный. Мы его сразу можем отправлять в войска. Там он не будет тратить время на какие-то там марши до подготовки и так далее. Он сразу бах, закрепляет за автомобилем. Я вас попрошу еще такого же рода полезные советы. Нас интересуют тоже те ребята, которые еще имеют навыки какие-то в спорте, в прикладных видах спорта, имеют навыки каких-то специальностей гражданских. Если призывник имеет высшее образование, да еще профильное с теми войсками, которые мы комплектуем, это тоже отлично. Понимаете, он идет впереди команды своей, все его и старшие команды отбирают таких ребят, прям их выдирают у нас из рук. Среднее специальное образование тоже востребовано. Спортивные какие-то достижения, если у парней есть, то же самое, все это дело востребовано. Почему? Потому что люди, прошедшие занятия в каких-то спортивных секциях, обучения в средне-специальных образовательных учреждениях, высших образовательных учреждениях, они более подготовлены к взаимодействию в этих специфических воинских коллективах. По традиции, несколько слов родителям, которые переживают, и, в общем-то, молодым людям, которые тоже довольно смутно представляют себе, что сегодня такое армия. Ну, я не думаю, что молодые люди сейчас вот в наше время особо смутно не представляют, какое-то уже представление есть о вооруженных силах. А у нас о вооруженных силах говорят сейчас все, тем более на наших успехах вот на внешнем, на внешних, так сказать, театрах. И мы, каждый гражданин, каждый житель страны сейчас представляет, что вооруженные силы – это не просто какая-то эфемерная организация, стоящая где-то там в лесах, живущая в палатках, в разрушенных общежитиях или в казармах, что это определенная сила, которая стоит на страже государства. Вот. И поэтому я так думаю, что призывники должны понять, что они идут, направляются для службы вооруженных сил и для того, чтобы получить навыки охраны, обороны государства, своего дома, своей семьи, вот, и получать навыки, в том числе быть в готовности, стать на защиту, да. А родителям что можно пожелать? Не бояться, не мешать детям. Становиться мужчинами. Да. Встать на самостоятельный путь, попробовать себя в самостоятельной жизни, попробовать узнать, на что он способен. Вот. В армии сейчас достойно служатся мы, и дети приходят наши оттуда более, так сказать, с большим пониманием жизни, я не знаю, там, что-то… Появляется опыт уже, появляется какая-то ответственность. Вот я там об этом хотел сказать. Вот. Ну, а так, поздравляю всех с началом призыва. Спасибо за эту встречу. Я напоминаю, в кресле гостя сегодня был Владислав Деев. Это была программа подробностей. Я надеюсь, что все наши советы и пожелания вы услышали. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова